На стадионе «Красная звезда» торжественное построение команд-участниц 25-го турнира по мини-футболу на кубок компании «Оша» памяти Александра Веретино. Любители погонять мяч по заснеженному полю в ожидании жаркой борьбы. Почетные гости турнира желают зрелищных бескомпромиссных матчей, сильнейшим победы. Турнир по мини-футболу на снегу для нас очень важен. Это была любимая игра моего брата Александра, основателя этого турнира. Он очень много времени отдавал этому делу, развитию турнира. В 92-м году приняло участие в этом турнире 9 команд, сегодня 91 команда. Традиционно минута молчания и возложение цветов к портрету основателя турнира. В состязание по мини-футболу завершают юбилейный для компании-организатора год. В мае «Оша» отметила свое 25-летие. Все эти годы здесь огромное внимание уделяли спорту. Очень отрадно то, что компания «Оша» является неким флагманом корпоративного спортивного движения. И сейчас вот буквально недавно вышло постановление правительства Российской Федерации о возрождении клубного спортивного движения. То есть мы возвращаемся к неким советским стандартам профессиональных футбольных союзов, что позволит возродить ту систему спортивных обществ, которые были в недавнее время. Ежегодно более полутора тысяч любителей зимнего футбола сражаются за звание победителей. Предварительные игры начались 29 октября. В основной турнир отобрались 32 коллектива. Среди явных фаворитов – футболисты «Ошим». Удивительно, что каждый юбилейный турнир выигрывают именно они. Ну, конечно, больше это где-то фарт, случайность. Но мы, конечно, стараемся выиграть каждый турнир, потому что мы представляем компанию организатора. Ну, и в этом году тоже постараемся сделать максимум для победы. Я смотрел программки, подготовленные к началу турнира. Посмотрел из того списка, который играли в том году, 11 человек. Остальные 6 человек у нас новых ребят. Ну, которые тоже играли раньше в командах мастеров. То есть, я думаю, что они нас вполне усилили. После церемонии открытия, не теряя драгоценного времени, футболисты начали матчи основного этапа. Финалы, а также церемония награждения победителей и призеров юбилейных соревнований состоятся 24 декабря.